тему сегодняшнего нашего вебинара то есть заголовок данного слайда вынес ее как заставить работа цикл bdc или почему цикл бдс не работает в отечественных компаниях данный вебинар относится к циклу поиска технологий или подходов к улучшению отечественных компаниях мы очень много я очень много своих сообщений посвящал именно вопросу обзор различных технологий или подходов которые позволяют плане улучшаться кроме этого я посвящал отдельный вебинар андер таки как выбор проектов для улучшения или как заставить работу с тем что качество вашей компании системным подходом который сказать позволяли бы в компании развернуть систему непрерывного улучшения вот сегодня мы поговорим о цикле 50 каким образом этот цикл эволюционировал в исторической ретроспективе и каким образом с точки зрения моего текущего понимания проблем связанных с применением и трактовка этого цикла в том числе стандартах и со каким образом этот цикл можно модифицировать для того чтобы получить некий практический инструмент который позволит компаниям все-таки завертеть этот марковик неправильного улучшения еще раз на вид скате привести свои аргументы почему именно вот эта тема вынесена мной как отдельная тема вебинара таких причин несколько первая причина как уже говорил в наших компаниях есть на компаниях есть достаточно большая проблема с полетаться принципов непрерывного улучшения то есть любые улучшения которые в компаниях происходит они носят несистемный характер как правило связано с какими-то точными управленческими инновациями по причине того что кто-то из руководств каких-то сотрудников могущих принимать решение принял участие в каком-то интересном семинаре или познакомился с интересной методологией либо это проекты связан с автоматизацией каких-то процессов или систем и такого рода ска деятельность связан с автоматизацией преподносится как проекты по улучшениям и соответственно сказать единственное чем это ограничивается компания тут внедрение эти системы без серьезного изменения систем которые автоматизируются без изменения процессов которые автоматизируются еще одна проблема с которой отечественной компании складывать сказать это глубокая погруженность в операционку то есть такая погружность в операционку не дает возможности подняться над проблемой соответственно большая часть действий или времени сотрудников занята так называемым тушением пожаров то есть мы работаем над устранением проблем и у нас фактически не остается времени на структурирование системы либо структурирование процессов которые бы позволяли нам такого рода проблемы избегать вот эти как и основные причины сказать из-за которых сказать я все пришло уделить достаточно пристальное внимание вот этом вопрос именно вопроса реализации циклов непрерывного улучшения сразу скажу что 50 сказать это не единственный цикл который позволяет компаниям улучшаться например знаком с методологией 6 сигм и последний подход также перекочевала в технологии бережливого производства на есть так называемый цикл дмайк мы о нем сегодня немножко попозже поговорим то есть это тоже определенный цикл который позволяет путем последовательных шагов и применения различных инструментов собственно идентифицировать проблему и последовательным набором действий сказать прийти каким-то вариантом решения ски внедрения она так или иначе к сегодняшний мой вебинар несмотря на то что он будет достаточно много теории об истории сказать так иначе я искать буду давать и вот практически ссылки на то каким образом это отражается на практической день компании могут такого рода инструментарий скателе теоретические подходы применять свои деятельности точки зрения реализации проекта по улучшению и так цикл 50 кому сказать это цикл незнакомо напомню что это цикл непрерывный цикл оба связи цель которого собственно планирование действия для сшления чего-то потом выполнение этого чего-то в соответствии с планом возможность выполнения плана потом проверка результатов то условно говоря да то есть мы что-то сделали сказать насколько это соотносится с тем что мы ожидали и следующий компонент это на основе это вот этой проверки так сказать нам необходимо скорректировать либо процесс либо результат процесса для того чтобы он был приемлемого качества с точки зрения скате тех результатов которые мы ожидали то есть изначально скатет в такой компоновки такими на скате как план планирую деду делаю чека контролирую и это действует по результатам контроля этот цикл был описан еще в начале в начале двадцатых годов двадцатого столетия и вот в таком как бы компоненте он до нас дошел случай сказать вот на этот слайд вынесено определение которое традиционно под циклом 50 и понимается вот ключевые моменты которые на мой взгляд является критическим с точки зрения реализации этого цикла этот мы выделены красными красным шрифтом то есть условно говоря ситуация такая то есть мы так или иначе научились что-то планировать да то есть какие-то цели у нас есть они могут хорошие или плохие написаны не написаны но так и на сегодняшний момент современную компанию же тяжело представить себя без какого-то более-менее серьезного плана действий плана работали плана продаж чего угодно а следующем так или на тискать любой компании есть циклы делания то есть мы что-то делаем физически что-то произвел некие результаты а вот чем у нас большая проблема это большая пробирка проблема в компоненте чек то есть какой здесь компонент у нас отсутствует чаще всего сказать у нас нет ключевых показателей по которым мы судим насколько эффективно мы отработали этой проблематике у нас посвящен отдельный вебинар как разработать систему измерения эффективности здесь на этом я останавливаться не буду соответственно изобилие или обилие финансовых целей в системах измерения эффективности которые по факту дают нам историческую информацию о нашей деятельности не позволяет компании развернуть деятельность получением направленного будущего следующее у нас как очень мало деятельности которые на регулярной основе выполняется или систематически выполняется одеть на связано с выявлением и анализом отклонений установление причин отклонений то есть да конечно мы поговорим каким образом как такого рода деятельность может быть развернута что необходимо применять определенные статистические методы который позволяют нам понимать вариабельность наших процессов и в Как бы последнее время, участвуя в различных дискуссиях, связанных с улучшением процессов, в последнее время идет достаточно обильная дискуссия, связанная с тем, что один из принципов, когда Деминг формировал свое улучшение, он говорил, что откажитесь от количественных целей, и в этой компоненте, соответственно, никакие системы измерения эффективности, такие как ключевые показатели деятельности, управление по целям, являются неприемлемы. В силу того, что просто цель как таковая, точка, куда нужно попасть, она в принципе неприемлема для процесса, потому что процессы подвержены таким явлением, как вариабельность, и, соответственно, любой результат будет в пределах неких допустимых границ, которые обусловлены самой системой или самим процессом. Поэтому, с точки зрения контроля этих показателей, контроля статистической устойчивости процесса, посвящено очень много материала, мы о том немножко будем говорить в дальнейшем, но так и иначе такая деятельность у нас не ведется. То есть, условно говоря, даже если мы поставим нашему процессу некую цель, мы видим отклонение целевого значения от полученного значения, чаще всего действия, связанные с корректом, не опираются на какие-то серьезные статистические исследования, которые позволят решить, что проблема в процессе, то есть, если набор каких-то проблем связанных с процессом, либо это проблема с тем, как вообще процесс устроен, либо это какая-то системная надпроцессная, условно говоря, ошибка. И, соответственно, не понимая вот эту природу ошибки, природу причин ошибки, мы можем применять или чаще всего применяем несоответствующие проблемы решения. То есть она это, так сказать, не устраняет. И поэтому все наши действия, которые раньше связаны с тушением пожаров, они как раз направлены на то, что мы, условно говоря, смотрим, целевое значение соответствует приемлемому коридору или несоответственно. Если соответствует, мы, условно говоря, либо продукт возвращаем, либо изделие возвращаем на предыдущей стадии обработки, либо бракуем, либо, если это приемлемо, мы пускаем дальше, собственно, этим довольны. А никакого серьезного исследования или изучения процесса не проводим. Соответственно, так как у нас выпадают вот эти ключевые моменты с точки зрения деятельности в компоненте чек, соответственно, воздействие, то есть ЭКТ, придется неэффективно, грубо говоря, опирается не на те данные, не на полные данные. И, соответственно, о качестве решения, принятого на этой стадии, тяжело как-то опираться. Итак, собственно, давайте вернемся теперь к нашему циклу PDC. Как его, собственно говоря, на мой взгляд, понимает ISO 9001. То есть, как я это вижу. То есть, PDC, например, в текущей версии стандарта, которая, на сегодняшний момент действующая, этап вот проверяйте, да, грубо говоря, где у нас есть проверяйте, подразумевает оценку приемлемости продукции в смысле ее соответствия требованиям. И качество, собственно, в стандарте подразумевается как способность удовлетворить неким требованиям. То есть, условно говоря, представим себе, да, что наши клиенты предполагают, что есть некое требование, сказать, либо это требование может исходить от клиентов, либо это законодательное требование. И, соответственно, все решения, которые мы принимаем, так сказать, по приемлемости продукции, так сказать, мы принимаем относительно того, попадает ли это в коридор допустимости или не попадает. А в таких условиях этап действует и становится средством удержания процента в рамках установленных границ. Либо продукции в границах допустимых отклонений, например, разделят, сказать, диаметр, там, от 5 мм до 10 мм, и, соответственно, все компоненты проверки внутри процесса направлены на то, чтобы мы не выходили за эти диаметры, допустим, по какой-то компоненте изделия. Таким образом, то есть, если вот сейчас представить себе, да, вот деятельность, вот как это описано в стандарте ISO 9001, то есть, грубо говоря, когда мы проверяем приемлемость изделия с точки зрения требований потребителей, довольно символически заинтересованных сторон, то, соответственно, сам стандарт, он не дает каких-либо обещаний существенно улучшать процессы. То есть, условно говоря, по факту, в принципе, система качества может быть сертифицирована за способность создавать продукцию, ну, или услугу, улучшающую требований потребителей. То есть, условно говоря, если у нас есть хороший выходной контроль, который, так сказать, не позволяет некачественному продукту, который не попадает в спецификации, либо в требования потребителей, такой продукт просто не попадает в потребителю, собственно говоря, с точки зрения ISO все хорошо, то есть, потребитель доволен, все удовлетворены, но с точки зрения эффективности бизнеса, то есть, условно говоря, каким количеством ресурсов или потери в ресурсах был произведен тотальный результат, так сказать, проблема присутствует. Это, кстати, известная проблема стандарта ISO, хотя бы в силу того, что ISO, так сказать, это некий компромисс, достаточно большой компромисс, то есть, об эффективности, в принципе, в стандарте говорится не так много, об эффективности в основном говорится в стандартах, которые являются рекомендацией, например, таких как 9004, то сам стандарт, как бы, он говорит о результативности, а, собственно, результат это вот то, что мы потребителю передали. И, соответственно, если просто применять цикл PDC в формате требований, которые исходят от стандартов ISO, то есть, мы не сможем, так сказать, должным образом, так сказать, добиться того или иного качества, которое нам необходимо сделать тогда. А в свое время, так сказать, Деминг тоже понял, что цикл PDC для поддержания процесса или контроля за ним, да, так сказать, условно говоря, он недостаточно. И он, так сказать, предложил совсем другой цикл, причем предложил он, так сказать, достаточно давно, по-моему, еще в годах 50-х, опять же, прошлого века. И, соответственно, что было в основе его предложения? То есть, он заменил, так сказать, вот эту буковку C, которая была у нас чек или контроль, да, или проверяй, он заменил на буковку S долларовую, то есть, которая означала стадию, то есть, изучай. Соответственно, цикл в его, так сказать, новой трактовке, он уже начал звучать следующим образом, то есть, планируй, выполняй, изучай, действуй. То есть, условно говоря, мы теперь не просто, так сказать, смотрим, отклонился результат или не отклонился от допустимой границы, так сказать, либо спецификации, а мы уже начинаем исследовать эту проблему. Как отклонился, почему отклонился и так далее. Соответственно, в этом цикле, так сказать, который он сформировал, направлен на постоянное улучшение, потому что, так сказать, есть компоненты исследований. И, соответственно, в этом цикле изучение отклонений в результатах процесса является важным для его постоянного улучшения. Так, собственно, цикл PDCA используется для выполнения, для выявления потребностей в улучшениях. То есть, условно говоря, то есть, если вот его рассматривали, как я говорил до этого, в стандарте ISO 9001, то есть, в принципе, цикл PDCA позволит выявить потребность в улучшениях, потому что, так сказать, у нас есть некое значение, как результат полученный, и некая спецификация, либо требование, так сказать, в коридор, так сказать, значение, в которое процесс должен попадать. То цикл PDCA, то есть PDSA, он как раз, так сказать, нужен нам для поддержания улучшения, потому что у нас здесь присутствует именно стадия изучения, то есть, именно стадия. Соответственно, целью цикла PDCA, до того, как, так сказать, Демианг внес ее какие-то модификации, было управление процессом и, соответственно, получение результатов в рамках установленных границ. И в итоге, так сказать, в конце концов, посредственно получались и продукция, и процессы. Ну, так сказать, в силу того, что, в принципе, так сказать, ISO, так сказать, не требует какой-то, так сказать, эффективности в процессе, как я об этом говорил. При этом, чтобы удовлетворить заданным ограничением, организации должны были использовать и входной контроль, и, как правило, это использовалось, и контроль в ходе работы, и повторный контроль, ведущий к росту затрат на качество. То есть, условно говоря, так сказать, не занимаясь эффективностью процесса, да, так сказать, мы включали как можно больше ресурсов, которые позволяли нам на каждой стадии производства изделий, либо услуги, так сказать, некачественный, так сказать, полуфабрикат выявлять и, соответственно, из процесса удалять, соответственно, чем раньше мы его удалим, тем меньше, вроде как, издержек мы понесем. Соответственно, если бы цикл PDCA вот так и остался, так сказать, в компаниях, то, соответственно, никакой гарантии улучшения процессов он бы не мог себе нести. А вот если бы мы, например, внедрили бы цикл PDCA с применением, например, статистических методов, да, то есть, где на стадии Чех мы использовали какие-то статистические методы с точки зрения того, что приемлемо будет стать неприемлемым, а с точки зрения, например, статистическая реальность, которая обуславливает сам процесс, является ли это в границах допустимым или не является в границах допустимым результат, то тогда стоимость низкого качества могла бы быть выглядела гораздо раньше и, соответственно, стоила бы нам гораздо меньше. И, соответственно, миссия, например, у нас как профессионалов заключалась бы, то есть, если бы заниматься опросами качества, а сегодня была бы немножко иной. То есть, мы бы работали не от сокращения, а от затрат на качество. В результате, так сказать, фактически мы этим и занимаемся, да, а мы бы работали над созданием гарантии качества. То есть, словно говоря, мы бы занимались проектированием системы процессов, которые бы, так сказать, генерировали или создавали нам устойчивые с точки зрения статистических методов, так сказать, устойчивые с точки зрения статистических методов результаты. И, соответственно, любая организация, строящая свою бизнес-деятельность, исходя только из необходимости соблюдать установленные ограничения, А, кстати, таких компаний, большинство, которые, например, сертифицированы по ИСО, для которых основная цель была просто соответствовать этим стандартам, они, как правило, на этих принципах и основаны, то для таких компаний деятельность, связанная с постоянным улучшением, она будет трудно реализуемой, либо сложной задачей, хотя бы в силу того, что у компании нет базиса для такого постоянного улучшения. Условно говоря, какой параметр процесса мы начинаем улучшать, если он все время попадает в границу допустимости, например, то есть клиенты довольны, или требования, которые сформированы, удовлетворяют их требования, тогда что мы будем улучшать, собственно? И здесь, как бы, давайте обратимся немножко к историческим, в первую очередь к японскому опыту по реализации такого рода подходов по улучшениям, и в первую очередь давайте вспомним диаграмму ИСИКАВА, которая в 60-е годы была, ИСИКАВА, собственно, разработана для решения проблем качества. Он, как бы, определил такой универсальный нестатистический метод причинно-следственного анализа, используя диаграмму рыбий скелета, иногда еще называют рыбий скелет, который является, собственно, прекрасным инструментом для исследования проблемы. Но, замечу, что он является нестатистическим методом. Соответственно, что он сделал, он просто сгруппировал различные причины, то есть, как возможный вариант, так сказать, возникновения проблем в процессе, в четыре группы, так называемые 4М. То есть, причем эти группы, так сказать, в зависимости от области применения могут разниться, но традиционно, так и иначе, они присутствуют в любом процессе. То есть, это материалы, машины, оборудование, методы, технологии и люди. Соответственно, основной посыл, который, в рамках этого инструмента, как он сформулировал, заключался в том, что вот этими 4М нужно управлять еще до начала процесса. То есть, словно говоря, не то, что мы, например, сейчас по факту, так сказать, видим, когда инструмент просто применяется для анализа причин, да, но на самом деле, так сказать, изначально для того, чтобы этот инструмент был инструментом улучшений, то есть, он заключался в том, что мы с помощью анализа, так сказать, процесса по этим 4М пытаемся анализировать потенциальные риски, не только, так сказать, причин уже возникших проблем, но потенциальные риски, которые на этапах только старта процесса пытаемся минимизировать. Как с точки зрения входной информации, либо входных ресурсов, которые преобразуются в рамках процесса, так и с точки зрения структуры самого процесса, либо встраивания качества в само содержание процесса. Следующий, так сказать, рывок существенный, который, так сказать, был сделан японцами, опять же, это в 80-е годы Тагути предложил метод измерения качества на основе функции потерь. В данном случае, так сказать, я написал метод Тагути. То есть, это некий такой финансовый показатель последствий производства продукции с отклонением от его желательной целевой ценности. То есть, он, как бы, основная его задача, основная его заслуга заключалась в том, что он ввел понятие, так сказать, целевой ценности. И, соответственно, и теоретически, и практически он доказал, что любое отклонение полученного значения, так сказать, продукта, да, от целевой ценности является потерей. И эта вот функция, функция Тагути, так сказать, она является таким квадратичной функцией, квадратичной функцией, так сказать, ну, кто знает, квадратичную функцию, условно говоря. Чем дальше мы оцели, тем больше потери, связанные с некрасивным процессом. И, соответственно, когда этот показатель продукции отклонялся от целевого значения, это стоит денег, причем независимо от того, удовлетворяет ли продукт заданным ограничением или нет. И деятельность направлена на удержание параметров в установленной границе, то есть, в рамках вот этой функции Тагути, она предполагает затраты на качество. То есть, причем финансовые затраты. В то время как деятельность, например, направлена на достижение их целевых значений, эти затраты минимизирует. То есть, он, условно говоря, перевел фокус. То есть, ребята, давайте теперь делать так. То есть, у каждого процесса есть некое целевое значение. Давайте теперь думать над тем, каким образом нам процесс структурировать, чтобы результат, который мы получаем, отклонялся как можно меньше от этого целевого значения. Это будет означать, что наши потери, так сказать, будут меньше и меньше. И то, что Тагути ввел понятие целевого значения, приемлемости, подтолкнуло многие организации к приложению усилий в направлении поставленного улучшения на этапе инженерии, то есть, создания процессов, либо систем. И, а не только на этапе управления процессами, в данном случае, так сказать, производства, например. И, соответственно, вот эта заслуга Тагути заключалась именно в этом, что он ввел понятие целевого значения и что функция потерь, которую он, теоретически, практически обосновал, говорила нам о том, что все, что отклоняется от целевого, все это потери, причем потери, в первую очередь, финансовые. Ну, еще одно компонент, которое японцы разделили, это подход Кайзен, то есть, подход к непрерывному улучшению, с привлечением большого количества людей, так сказать, или команд, реализация различных, так сказать, подходов и инструментов к ВТ-компоненте. Но об этом, так сказать, много есть и много известно. То есть, большей частью мне хотелось поговорить именно о методе Тагути, как бы, не о подходе. А что, как бы, на это ответили конкуренты, на данном случае, так сказать, например, американцы. То есть, американцы с проблемой Кайзен столкнулись приблизительно в то же время, когда японцы, где-то в 80-х годах, в конце 70-х, начало 80-х, в это время, так сказать, уже японцы совершили достаточно сильные, так сказать, прорывные вещи с точки зрения, так сказать, достижения безупречного качества. И в это время, так сказать, ну, первый, так сказать, условно говоря, кейс, который хорошо описан, так сказать, это кейс Моторолы, что Моторолы остановилась с определенной проблемой, определенной проблемой, то есть, в начале 80-х годов в компании поняли, что она не может более конкурировать, например, с ценами на полупорняковые чипы, производимые в Японии. И, соответственно, руководство Моторолы, так сказать, инициировало изменения стиля управления, направив его на ускорение действий по неправильному улучшению. Необходимость принятия вот таких вот срочных мер, в первую очередь из-за того, что фактически над Моторолы нависла опасность банкротства, заставила, так сказать, специалистов компании изучать возможность применения всех доступных методов улучшения в этот момент. Они изучили японский опыт, различные, так сказать, методы по постановке агрессивных целей, они использовали различные статистические методы, там, подходы Паретов, в том числе диаграммы Исикава и другие, так сказать, инструменты качества, например, гистограммы, планирование экспериментов, методы сокращения вариабельности, так сказать, на основе статистических подходов и так далее. И вот приблизительно где-то в 82-м году один из инженеров компании Моторолы Билл Смит, он как раз предложил методику 6 сигм. Он как раз предложил методику 6 сигм для достижения практически совершенной продукции, то есть продукции очень близкой к предназначенной цели. И, соответственно, 6 сигм – это такая высокотехнологичная методика точной настройки бизнес-процессов, применяемой с целью минимизации вероятности. Минимизация вероятности возникновения дефектов в операционной деятельности. Сегодня подход к учению 6 сигм подписан как цепочка действий «определяй, измерять, проанализировать, улучшая управлять». Это как раз тот цикл Дмайя, о котором я говорил. И, соответственно, это был американский ответ на те японские новшества, связанные с внедрением определенных циклов получения. Соответственно, применение 6 сигма, оно высветило ограниченность контрольных карт Шухарда, который в рамках статистических методов управления процессом анализа процесса применяется, и модели PDSA. Требуемый уровень дефектности 6 сигм равен приблизительно 3-4 на 1 миллион изделий, на 1 миллион результатов, чего фактически трудно достичь при помощи либо контрольных карт Шухарда, разрабатываемых для производства продуктов с уровнем дефектности где-то приблизительно до 2700 на 1 миллион, что соответствовало, в принципе, с точки зрения теории 6 сигма, где-то 3 сигмам. Иначе говоря, вы не можете достичь уровня 6 сигм, используя модель PDSA или контрольные карты. То есть 6 сигм в то время явилось определенным прорывом в реализации подходов получения. И, соответственно, вот эти прорывы, та информация, которую я пытался обобщить, или ту, которую информацию я нашел, она позволила мне сформулировать некий процесс перехода от просто контроля процессов к управлению процессом. Соответственно, на чем основывался такой переход? То есть если, условно говоря, проанализировать источники проблем компании, то есть то, что я говорю, например, культуру нацелено на тушение пожаров, мышление в категориях приемлемо-неприемлемо, неопределенность в ожидаемой кастер работы, то мы фактически можем прийти к необходимости, к необходимости не просто контроля процессов, как это в циклах PDSA реализовано или в других подходах, связанных с улучшениями, а концепции менеджмента процессов. В чем, как бы, основной смысл менеджмента процессов заключается? Или что он подразумевает? Ну, во-первых, он подразумевает установление ожидаемого целевого уровня качества работы. То есть в данном случае, как я выделил, как бы, с черным шрифтом, выделил, что у нас есть некое целевое значение, которое сформулируемо с точки зрения идеального состояния процесса. Следующий компонент, что подразумевает переход к менеджменту процессов, это разработка плана, каким образом мы сможем, сказать, это целевое значение обеспечить. Следующее, выделение ресурсов, структурирование процесса для обеспечения целевого значения. И следующее, обеспечение идеальной реализации наилучших методов и принятия мер по исключению отклонений с использованием соответствующих методов управления процессом. Собственно, к чему теоретический обзор могли привести? Словно говоря, они привели к определенной комбинации подходов. В чем такая комбинация подходов заключается? И почему мы пришли, собственно, к необходимости такой комбинации? То есть, если теперь проанализировать то, что мной было сказано, в данном случае это в этом слайде выяснилось, то есть мы, в принципе, можем говорить о том, что все теоретики и практики, которые, так сказать, предлагали различные методы или подходы по реализации неправильных улучшений, они фактически предлагали различные компоненты улучшения в рамках цикла PDC. Ну, например, Джуран, допустим, требовал идеальной деятельности посредством лучшего исполнения задач. То есть он, так сказать, работал в компоненте, например, ДУ. Деминг заменил проверку изучением. То есть он в компоненте чек предложил, как бы, изменения, так сказать, и сказал, что там нужно применять еще статистические подходы. Тагути подчеркнул важность постановки цели по минимизации потерь или повышения ценности. То есть, условно говоря, он внедрил нам компонент планирования, где целевое значение, собственно, определяется. ИСКО рекомендовал лучше управлять входами в процессе для минимизации частоты возникновения дефекта. То есть, словно говоря, он дал нам пищу или информацию для понимания того, каким образом должен быть структурирован процесс, для того, чтобы вот эти четыре нужных потерь, так сказать, минимизировались. И, соответственно, вот эта комбинация подходов, она дает нам возможность сформулировать новый цикл, так сказать, в принципе, он будет похож на цикл PDC, но с точки зрения вот этой комбинации подходов, он немножко отличается. Словно говоря, цикл теперь сбавится на следующие компоненты. То есть, на этап подготовку, задача, собственно, которая, так сказать, в рамках подготовки или планирования, нацелена на обеспечение, так называемых, хороших входов в процесс. И, соответственно, эти входы с точки зрения подходов ИСКО, они обеспечивают эти как раз 4М. То есть, и сам процесс, и люди подготовлены, и процесс сложным образом структурирован, выполняется по регламентам, и есть оборудование надлежащим образом, настроенное на процесс и так далее. Следующий этап выполнения, когда мы что-то делаем, он обеспечивает, чтобы все стадии процесса были точно установлены, защищены от ошибок, основывались на принципах бережливого производства, были хорошо поняты в целях обеспечения их последовательного и результативного выполнения. То есть, условно говоря, здесь в этап выполнения я еще внедряю подход, связанный с бережливым производством. То есть, процессы не просто хорошо организовывали, они еще бережливые. Следующий компонент, этап уже проверки, где мы проверяем, безупречный или нет, здесь как раз комбинация то, что было с того, что есть некое целевое значение, условно говоря, которое соответствует какому-то безупречному качеству. И, соответственно, достижение безупречности для нас в ламках этого цикла будет означать оценивание того, функционирует ли процесс, как это было запланировано, и соответствуют ли результаты процесса целевому критерию. Если результат далек от цели, отклонения должны быть проанализированы для последовательности сокращения имеющегося разрыва. И, соответственно, здесь мы применяем разнообразие методов и подходы, в том числе статистические методы, в том числе подходы 6-7, которые нам позволяют анализировать такого рода отклонения, применять подходы серьезных с улучшением. Следующее дальнейшее развитие, оно уже будет дальнейшее развитие, то есть, этап ACT, то есть, когда мы что-то по результатам анализа предпринимаем, он ведет к улучшению процесса и результатов на основе сокращения отклонения значение целевого критерия соответственно так как мы ввели значение целевого критерия она может подражать некие финансовые параметры соответственно применение этого цикла может трансформировать процесс для достижения результатов желаемых не только потребителям но и таки эффективно с точки зрения ска и других заинтересованных сторон на передской собственника бизнеса и так далее вот на этот цикл в принципе можно смотреть как на естественную эволюцию подходов которые были предложены свое время и шухар там и демингом с этим начальным их пониманиями цикл педисей и в принципе скачет поразмыслить об ожидаемых уровнях качества вашей бизнес деятельности допустим то принципе можно понять что мы не можем достичь реального совершенства с помощью скачет традиционного цикла педисей или методов решения проблем чтобы предотвратить возникновение проблем а не бороться вновь и вновь с возникающими проблемы нам в принципе необходим вот этот цикл в той или иной его компоненте то условно говоря понятное дело что если компоненты можем применять на этом статистически это достаточно сложно но с точки зрения поле по сам понимание выбирали бы в обе вариабельности процесса нам необходимы эти инструменты либо необходимо сказать замены инструментов статистического управления но так или иначе условно говоря то есть если мы обеспечим качественные входы в процесс сам процесс будет костным образом структурирован то в принципе сказать при таком подходе мы можем сказать как с какой-то вероятностью гарантировать что результат будет на приемлемом нас нам уровне соответственно мы переходим от состояния контроля процесса когда условно говоря больше нас наш на наша часть деятельности сфокусирована на контроле конечных результатов соответственно все эти системы выставлены таким образом что мы контролируем конечные результаты или ждем окончания процесса для того чтобы это контроль на управление процессом точки зрения обеспечения качественных ходов и гарантирования гарантирования качественного выполнения самих процессов для того чтобы с высокой долей вероятностью гарантировать нам целевое значение результата соответственно в над этим к над этой интересы необходимо достаточно серьезно подумать для того чтобы понять насколько это отличает существующие чаще существующие положения в компаниях на с точки зрения философии подхода к процессам непрерывного улучшения и того что в данном случае вот этот цикл будет для компании означать следующая часть я хочу посетить почему быстро почему собственно цикл 50 в отечественных компаниях не работает ну в первом тискать если вот схематично посмотреть на то как цикл 50 может быть реализовано графическом исполнении да когда представлены все элементы там планируй делай улучшая и действуй . даже на регламентном уровне или на уровне видов деятельности этой деятельности просто должен образом не описаны не структурированы и носят скажем так эпизодический характер соответственно не обеспечиваются должные входы и выходы из каждого компонента цикла 50 как это представлено на данном слайде и соответственно не получается никакой обратной связи от того что мы делаем и если даже такая связь получается на этапе анализа например этой обратной связи со стороны процессов управления никаких действий не предпринимается то есть не реализуется цикл непрерывного улучшения да мы сделали что-то мы поешь там есть проблемы эти проблем были изучены донесены но никаких действий с точки зрения реализации не происходит и либо это происходит скать на неполных или неточных данных проблему которого скать и озвучил самом начале собственно если мы посмотрим на деятельность компании связаны вот на научить сказать реализацию циклов управления то есть основная проблема скать об этом многие говорят она находится в То есть, соответственно, она находится в первую очередь в процессах управления. То есть, процессы управления должным образом не выдают необходимых выходов, которые необходимы для других видов деятельности. То есть, словно говоря, они не создают систему измерения эффективности нужной компании, они не создают регламентное наполнение, которое описывало бы желательное или идеальное состояние выполняемых без процессов, а они не поддерживают циклы обратной связи, то есть, когда информация по результатам делания или выполнения чего-либо была получена на цикле анализа и действий. И, соответственно, вот эта основная проблема, она в процессах управления. То есть, я еще раз говорю, что поэтому для создания какого-то системы улучшений в компаниях разработка и внедрения достаточно сложных систем улучшения, которые сейчас вы видите у себя на экране. В вебинаре «Как заставить работу с темами истокачества». То есть, в принципе, если в компании есть некая система улучшений, которая представлена как минимум процессами, связанными с анализом и обратной связью, то есть, неважно, на какой стадии находится сегодня компания, или на каком старте с точки зрения реализации улучшения она находится, то есть, компания рано или поздно себя улучшит. Но для этого нужны обязательно вот эти компоненты, и они должны быть именно работающими процедурами, именно анализом и анализом управления со стороны высшего руководства. То есть, то, что в свое время вкладывал компоненту еще деминг в сам цикл PDC, именно вот эта стадия изучения. И вот здесь как раз необходимо применение самых разнообразных статистических методов. Но для того, чтобы применять статистические методы, нам нужны некие цифры, и, соответственно, эти цифры должны быть в системе измерения эффективности представлены. И поэтому они должны быть представлены не только, так сказать, набором финансовых показателей, но и как можно более сбалансированным набором показателей, где финансовые показатели не являются доминирующими. Но начинать с чего-то надо, и, соответственно, просто, так сказать, первый шаг, который компании могут сделать, это модифицировать существующую систему измерения эффективности с точки зрения разбавления ее нефинансовыми показателями операционной эффективности. И, соответственно, это даст возможность компании применять различные статистические методы для исследования проблем и, соответственно, применять решения по улучшению. Соответственно, это определяется, что необходимо в рамках реализации подходов по неправильному улучшению компаниям реализовать. И самое главное, что компании необходимо распространить такого рода циклы PDC, вот здесь я использую цикл PDC в старой аббревиатуре, хотя, в принципе, подразумевает здесь понятие, которое я озвучил на последних слайдах, связанных с внедрением модификации в этот цикл. Соответственно, эти циклы могут применяться как ко всей компании, как к системе, так и в самым разнообразным подсистемам внутри компании. Например, система про нечеловеческими ресурсами. Она тоже очень хорошо может быть структурирована с точки зрения логики и понимания цикла PDC. То есть, условно говоря, у нас могут быть этапы планирования, у нас могут быть этапы исполнения, у нас могут быть этапы анализа, у нас могут быть этапы действий, связанные с улучшениями по результатам такого рода исследования результативности или эффективности бизнес-процессов, связанных с человеческими ресурсами. То есть, в компаниях есть очень много видов деятельности, либо систем управления, в которых цикл PDC может быть легко развернут и применим. И, соответственно, это позволит компании завертеть вот эти небольшие маховики, связаны с непрерывными улучшениями а как это происходит в компании с точки зрения вот реализации длительных циклов улучшения то есть применение цикла 50 скорее всего создает компании некий такой рывок по эффективности данном случае сказать на вот этом слайде это представлено что сочетание циклов педи эсэй то есть 50 и да где мацка добиваемся некого улучшения скать эффективности процесса сегодня на некий новый уровень эффективности и так называемого цикла сиди си то есть цикла стандартизирует дел и проверяя воздействие словно говоря когда мы разработали некое изменение бизнес-процесс мы добились некое устойчиво состояние то без процесса 내� стандартизировали его то есть в виде каких-то регламентов либо инструкции и соответственно следующая наша задача запустить так называемый цикл т несколько уже стандартизирован нашу задача просто следить за тем что процессы исполняется соответствие с инструкцией либо стандартами то таким образом в целом управление изменения в организации представляется видео такого циклического процесса сейчас вот такие вот следующие Мы стандартизировали его в виде каких-то регламентов, либо инструкций. И, соответственно, следующая наша задача запустить так называемый цикл CDCA. То есть, когда мы уже стандартизировали, наша задача просто следить за тем, что процесс исполняется в соответствии с инструкцией, либо стандартами. То таким образом, в целом, управление изменением в организации представляется в виде вот такого циклического процесса, включающего вот такие вот следующие шаги. То есть, определение проблемы. Следующее. Мы анализируем проблему. Мы устанавливаем причины. Мы планируем контрмеры, внедряем их, подтверждаем результат и стандартизируем. То есть, словно говоря, это есть как раз слияние двух вот этих циклов, цикла PDCA и цикла CDCA. И, таким образом, мы вот этот цикл непрерывного улучшения в компании настартовываем, и он реализуется. Однако, есть небольшая проблема с точки зрения реализации этого цикла. То есть, данная модель, она не дает ответа на вопрос, как, собственно, осуществляется переход от цикла CDCA. То есть, когда, условно говоря, процесс находится в некотором стабильном состоянии, условно говоря, да, так сказать, это стабильное состояние для нас приемлемо с точки зрения, так сказать, статистических методов с точки зрения целевого состояния. И, соответственно, для решения данной проблемы, то есть, словно говоря, когда применять цикл PDCA, нам необходим процессы стратегического планирования, который, условно говоря, целеполагания в компании изменяет. То есть, условно говоря, в условиях новых целей, мы предъявляем новые требования к системе измерения эффективности, эти новые требования предъявляют новые требования к показателям бизнес-процессов или к их целевым значениям. И только тогда, когда эти целевые значения меняются, мы начинаем применять цикл PDCA к новым уже целевым значениям. И, соответственно, применять цикл PDCA к этим значениям, мы продолжаем его уже циклом CDCA. То есть, таким образом, в компании, с учетом уже вот этого петли возврата на этап стратегического планирования, который происходит нечасто, то есть, цикл такого рода петель где-то раз в три года, но так и знает, как этот цикл позволяет компании совершать существенные улучшения. То есть, каждый раз переходить от цикла PDCA, то есть, от цикла CDCA, то есть, словно говоря, от устойчивой работы к новым, так сказать, горизонтам эффективности. Вот, собственно, в таком, немножко, может быть, сумбурном виде, я попытался объяснить, во-первых, понимание того, что подразумевалось под циклом PDCA, начиная с 20-х годов прошлого века. Следующее, какие компоненты с точки зрения данного цикла или какие теоретические вставки были сделаны различными школами менеджмента, в данном случае, японской школой и американской школой менеджмента. Следующее, какие, собственно, выводы можно сделать на основе анализа анализа этих теоретических изысканий и, в том числе, практических изысканий для модификации цикла PDCA. Также я предложил, сказать, некий подход под модификацией цикла PDCA, сказать, в рамках системы улучшения в компаниях. И вкратце буквально говорилось, что система улучшения в компаниях это, на мой взгляд, самая важная система, сказать, и, в первую очередь, необходимо заниматься внедрением этих систем и применять, и внедрять в компанию, так называемую культуру улучшений. А циклы PDCA, сказать, в новом понимании, в том виде, в котором я и так говорился, в сочетании с циклами CDCA, когда мы стандартизируем определенные виды устойчивого вида деятельности, они как раз позволяют компании добиться вот этого устойчивого результата и, соответственно, помогают компаниям улучшаться. Собственно, это как раз последнее мое замечание с точки зрения того, каким образом заставить работу циклов PDCA вашей компании. Для этого нужны, как минимум, следующие компоненты. Нужна некая система измерения эффективности, которая позволяет сформировать целевые значения, и нужна деятельность, достаточно разнообразная деятельность, связанная с изучением результативности процессов в точке зрения их соответствия вот тем целевым значениям или значениям приемлемости, которые на этой стадии планирования вы сформировали. И, собственно, теперь я готов выслушать ваши вопросы. Вы также можете задавать вопросы по моему мейлу, либо, так сказать, на нашем бизнес-портале Бизнес Аналитик Бизнес. Там все эти материалы также будут опубликованы.